Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи «Читать или не читать». И гостем программы у нас сегодня является Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного университета. Хочу начать нашу беседу с вопроса, который вынесен с заголовок нашей программы «Читать или не читать?». Возможно, вам, Елена Олеговна, как профессиональному книгачею, этот вопрос покажется банальным, а ответ очевидным. Но на самом деле не всё так очевидно. Недавний опрос ЦИОМа, в котором принимало участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, показал, что за прошедший год почти треть россиян, 30%, за год не прочитало ни одной книги. 44% прочитали от одной до пяти книг. И только четверть россиян за год одолели больше пяти книг. Поэтому и хочется узнать ваше мнение, почему в некогда самой читающей стране мира люди перестали читать? Чем объяснить спад интереса к чению? Может быть, тем, что кино вытеснило от чтения книг? Или влиянием интернета? Или качеством содержания книг? А может быть, изменившимся качеством самих людей? Вот такой вопрос. С одной стороны, это вопрос очень сложный, и вы уже начали на него отвечать, перечисляя причины спада. А с другой стороны, вопрос очень противоречивый, потому что я только что вернулась с очень большого события. Евразия-2022. Социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации. Это был международный научный, культурно-образовательный форум, который традиционно происходит в Челябинске. Его живой масштаб меня просто поразил. Это огромный театр оперы и балета был заполнен выступающими на тему чтения. И вы знаете, какая интересная точка зрения. Конечно, цивилизационный сдвиг. Конечно, интернет меняет отношения к книге. Но, вы знаете, очень многие говорили о том, что читать не стали меньше, но читать стали по-другому. То есть другие электронные носители, другие способы общения с информацией, ускорение самого образа жизни, когда у тебя, естественно, остаётся меньше свободного времени для погружения в художественный текст. Это всё, конечно, снижает чтение. Ну, вы знаете, недавно выслушала такую фразу там в одном из докладов. Нам кажется, что покупка книги уже приравнивается к покупке ювелирного украшения. На самом деле, настолько детские книги великолепно оформляются, шикарно издаются, но, конечно, и стоимость их заслуживает некоторого трепета у родителей. Но, кроме прочего, сам процесс чтения не является однолинейным и однородным. Довольно много читают родители маленьким детям. Неплохо читают начальная школа до пятого-шестого класса. Подростки активно снижают уровень своей читательской активности. Потом начинают читать активно студенты, но они читают в основном интернетные источники. Сами понимаете, они экономят тоже своё время. И вот в этом году у меня такой опыт. Я работала с университетом третьего возраста и была поражена. Аудитория в основном женская, с высшим образованием женщины изрядного возраста. При этом они не утратили интереса к жизни. Они читали всё, о чём я только чуть-чуть упоминала. Они активно интересуются современной художественной литературой. С ними очень интересно говорить. И позвольте я закончу ответ на этот вопрос такой фразой детского писателя и учёного Валентина Берестова, который сказал, «Вечно обновляешь чтением душу и свою повседневную жизнь». Вот если хочется, чтобы твоя жизнь была более содержательной, эмоциональной, интересной, творческой, отвечай на вопрос, читать или не читать. Читать. Вот вы упомянули, что в своём ответе, что по-другому стали читать. По-другому это как? В чём отличие? В первую очередь на других информационных носителях. Это электронные книги, это ридеры, это посты. Они принципиально отличаются по тексту от художественных страниц. То есть там очень много вот таких нюансов, но это тема отдельного разговора, если три дня Европейский форум заседал. Не знаю, по-другому. Со мной художественная книга, что на ридере, что в бумажном варианте, это всё равно текст какой-то. Конечно, да. Как его можно по-другому читать? Но текст может быть... Нет, секундочку, простите, великодушно, она же дискуссия. Это была дискуссия. Да, вот Черниговская, которая и доктор медицинских, и крупный лингвист, говорит о том, что чтение книжного текста, то есть страницы книжной, и чтение линейного текста, выстроенного в интернете, то есть вертикального текста, имеет принципиальное отличие. Но наука пока только занимается изучением этих отличий для мозговой деятельности человека. Ну, это вот существенное замечание. Может быть, ещё что-то? Вот, допустим, вы говорите, посты. Раньше, знаете, были колонки в газетах, маленькие заметочки в журналах. Но они всё равно были на бумаге. Нет, нет, они всё равно были на бумаге, и текст был перед вами расположен. Вы знаете, вот последние эксперименты показывают, что инфографика, для вас не открытие, конечно, сейчас очень популярна. И детям, и студентам, и учёным, и взрослым очень нравится переводить свои читательские впечатления в другой формат. Рисунок, символ, знак, кадр, квант. И всё это соединяется причинно-следственными связями, которые индивидуальны у каждого. То есть, визуализация некая, да? Да, да, да. Итак, вне зависимости от причин, факт остаётся фактом. Читают современные россияне гораздо меньше, чем, ну, скажем, 30 лет назад. Особенно молодёжь. Исследовательское агентство IBSOS выяснило, что 16-18-летние являются самой малочитающей публикой. В основном они читают книги только по принуждению и в рамках образовательного процесса. На ваш взгляд, какие государственные, прежде всего, меры могли бы подстегнуть читательский интерес? И вообще, а надо его подстёгивать? Не станет ли чтение книг неким анахронизмом, тем навыком, который в мире современных технологий, ну, скажем, просто не нужен? Ну, вы же вот сейчас сказали про инфографику, да? А может быть, нам достаточно такое визуальное восприятие? Ну, во-первых, есть такое теперь понятие тексты новой природы. Можно обсуждать, но идти против течения жизни не получится. Они обновляют, они не являются новыми. Извините, она скальная живопись, сначала, сами понимаете, когда. Они не являются принципиально новыми, но они наполняют нашу жизнь. Сразу отвечаю чётко на вопрос. Два года назад была уже, к завершению пришла, но была принята и работала очень долго. Она так называлась «Национальная программа детского и юношеского чтения». Эта программа принималась на государственном уровне. Она очень активно реализовывалась в год культуры, в год литературы. И она, конечно, принесла свои плоды. Говорить сейчас о конкретике сложно по одной простой причине. Это отдельная тема. Но вот на этом форуме выступала очень интересный исследователь теории чтения Виолетта Яковлевна Аскарова. И она показала с помощью презентаций библиотеки мира. Вы знаете, вся аудитория была потрясена. Это не просто новый дизайн, это не только новая архитектура, это новые способы мышления и работы с книгой, с реальной книгой. То есть есть залы, например, у нас есть библиотека в Санкт-Петербурге, где вообще нет книг, а только стоят компьютеры, и вся информация только на информационных ресурсах, носителях других. А когда она нам показала, вот Аскарова в докладе, библиотеки Китая, библиотеки Японии, библиотеки Кореи, вы знаете, казалось, что мы на другой планете. Вообще инопланетно, инопланетное впечатление. Вот что вас удивило? Да, форма. То есть это напоминает инопланетный корабль, который невозможно описать. То есть это не квадрат, это не геометрическая, это какая-то фантастическая форма, где человек начинает чувствовать себя вином в пространстве, ну я бы, наверное, сказала космическом. Но библиотеки, они все равно аккумулируют знания, да? Да. Каким способом в этих новых библиотеках знание-то вкладывается в человека? Через те же книги или какие вот информационные еще носители, кроме компьютеров, как они получают по-другому? Я вас знаю, Владимир Сергеевич, как замечательного ученого, и вы прекрасно знаете, что вкладывать в голову знания можно только одним способом, да? К гениальным человеку должен думать, он должен размышлять, он должен искать ответы на поставленные жизнью вопросы. Тогда он будет активно, интересно читать и эту информацию превращать. Информация и знания – это разные вещи. Превращать в средства преображения мира. Вот мне показалось, что в том материале, который я видела, архитекторы, дизайнеры, минуточку, ученые, теоретики чтения подошли к пониманию процесса чтения как явлению, которое опережает время и развивает цивилизацию. Пока никто не изобрел нового способа рождения мысли, да? Единство мысли, слово, сознание человека. Это, как говорится, традиционно. У вас был гениальный там вопрос, может быть, люди изменились? Ну, давно известно, что для того, чтобы читать, у человека должно быть время. И он должен тратить это время на диалог с книгой. А у него может быть очень много других забот. Ну, молодежь, сами понимаете, у них есть проблема семейного счастья, замужества, зарабатывания денег. И они, конечно, меньше уделяют времени художественному тексту. Но, ну, не знаю, может быть, вокруг меня все время такие люди, я же со студентами работаю, которые читают. И мы все время говорим о прочитанном. Сказала бы я так. И это все-таки очень серьезный бизнес. Вы знаете, вот мне в плане общения очень много дало знакомство с Еленой Шубиной. Вы знаете, она главный редактор издательства АСТ. Слышал про него. Да, да, да. И вот она четко говорит. Если перестанут читать, значит, перестанут существовать книжный бизнес. А он развивается очень активно. Ну, а вот на вопрос-то вы, на мой, немножко не ответили. Первый вопрос, ну, я понимаю. Вы хотите сказать, что да, мы читаем мало. Нет, я сопротивляюсь. Отвечаю. Нет, нет, нет. Вопрос был другой. Вопрос был, какие государственные меры могут помочь, вот подстегнуть читательский интерес, и нужны ли они? Вы знаете, я ответила, они нужны. Вот программа поддержки детского и юношеского чтения, несомненно. Государственная программа деятельности и жизни библиотек, несомненно. Поддержка издательских проектов, которые издают не коммерческую литературу, а детскую, научно-популярную, просветительскую. Это очень важно. Это просто важно. И эти меры должны быть. И существуют социальные меры. Ну, например, я иду по Сарову и под моими ногами все время цитаты из Пушкина. Вот так они ответили год. Это же не каждый житель написал руками. Это сделано грамотно, очень красиво, технологично. Но ты идешь по дорожке, и ты читаешь цитаты Пушкина. Или ты гуляешь по парку, который украшен выставкой картин профессиональных художников. И все это бесплатно. Бесплатно выводится в мышеловке. Значит, за это заплачено властями города, общественностью. То есть это сделано специально. Конечно, государство должно поддерживать, в первую очередь, вот эту потребность чтения книги. Ну, вот сейчас я услышал ответ на вопрос, который задавал. Да, я услышал. Спасибо большое вам за этот ответ. Но у меня уже следующий вопрос готов. Вопрос чтения книг, он, безусловно, тесно связан с их качеством. Ну, я, прежде всего, имею в виду с качеством содержания, а не оформления. И оно создается писательским трудом. Вот каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный современный писатель? Тот писатель, которого бы, ну, хотели читать люди. И вообще, по вашему мнению, есть такие современные, идеальные писатели? Вы можете назвать имена таких людей? Ну, вы знаете, есть такой анекдот, что самый скучный человек на свете – это идеальный человек. И назвать идеального писателя не может даже Галина Юзефович или Басинский, одни из ведущих литературных наших критиков. Это не случайно. Для этого существует национальная литературная премия. И там есть список голосования, серьёзные экспертизы. И даже литературоведы, издатели и читатели не претендуют на выбор такого писателя, которого бы признал единогласно весь читающий мир. Ну, такого, как, например, Лев Толстой. Но я могу сказать, назвать целый ряд писателей, которые, несомненно, входят в число, в десятку самых интересных писателей, которые неизвестно, станут ли классическими, потому что, по мнению Гаспарова, должно пройти сто лет, чтобы современная литература претендовала на звание классическое. И надо сказать, что время всё время корректирует этот список. И мне кажется, здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс. Вообще, что такое жизнь? Жизнь – это постоянный выбор. А как научиться этому выбору? С выбора книги. Мне очень нравится такой приём. Раз в месяц, во время зарплаты, Родители берут своих маленьких детей за ручки, ну, понятно, уже там начальная школа, детский сад, идут в детскую библиотеку или в книжный магазин, и говорят ребёнку, выбирай книгу. Одну, мы тебе, вот это вот, формируется интерес к чтению, создаётся читательская среда. Конечно, есть писатели, которые очень авторитетны. Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Гузель Яхина, несомненно. Для кого-то авторитет Дмитрия Быкова безупречен, может быть, понимаете? Для кого-то это, может быть, автор которого он всю жизнь боготворит в виде Достоевского или Достова. И ещё ведь есть такое понятие, вот знаете, есть очень интересный у нас вообще подход, это не просто чтение, перечитывание. Перечитывание. Когда мы возвращаемся к какой-то книге, и тут у меня секрет, если хотите, поделюсь. Он, конечно, достаточно наивный, но жизнь, и мой вот сейчас очень серьёзный опыт, я там выступала с докладом книги о книгах, он вот в всех этих книгах, в общем-то, в какой-то мере доказывается. Когда человек приходит к книге, когда у него есть внутренний вопрос, у него есть этот вопрос, и он идёт к книге за ответом. Потому что книга – это не норовоучение. Откуда человек знает, есть ли там ответ? А в этом и задача, его интеллектуальная, эмоциональная задача – ответ искать. И в этом и заключается энергия книги. Я с вами потом поспорю. В рамках передачи нам его, к сожалению, не разрешить. Это такая задача, абсолютно точно. Потому что читать книгу просто ради того, чтобы получить какую-то информацию, для этого есть специальные научные книги. Книги по профессии, по специальности, по делу твоей жизни. А художественную литературу мы читаем для внутреннего саморазвития и для диалога с автором. Спасибо. Только именно авторов, вот тех, которых вы назвали, да? Нет, почему? Ну, вы знаете, ой, вообще, если я начну сейчас рассказывать, вот, вы знаете, есть два популярных автора. Ну, давайте еще три автора скажите. Хорошо. Дело в том, что все авторы имеют свою адресную публику читателей, понимаете, да? Вот для родителей и детей совершенно уникальная книга. Алена Кашура. Мир о море. Читайте. Семейное чтение удовольствие. Она свеженький пирожок, вот она так уж произдана. Для всех наших вятских читателей. Ирина Краева и Баба Яга пишут. Ну, Ирину Краеву мы знаем, да? Не оторветесь, понимаете? Ваша новая книга тоже может быть предметом очень интересного читательского удовольствия, даже сказала бы я. Ну, и, конечно, мне очень дорогие книги, которые со мной разговаривают. Например, Нарине Абгарян. Мы ей дали чудесную премию Грина. Михаил Тарковский с его, ой, бабушкиным внуком. Мне так нравится. Бабушка открыла мне три двери в русскую литературу, в русскую природу и в православный храм. Задаю вопрос студентам. Кто открыл вам двери в педагогическое или филологическое образование? Отлично. Вот, вы знаете, ведь книга всегда вдохновляет на какие-то размышления, какой-то интересный прием. Ну, и вот в последнее время вышла очень интересная энциклопедическая, научная книга, энциклопедический словарь под названием «Чтение». Есть в свободном доступе. Да, раньше таких не было словарей. Толстый, интересный. Все люди, ученые, которые занимаются чтением, объединили свои усилия и написали такой энциклопедический словарь. Чтение. Давайте мы еще некоторые ракурсы, так сказать, чтения посмотрим. Вот считается, что неопытный читатель выбирает книги для чтения, ну, скажем так, методом тыка, если так можно сказать. И для него чтение классической литературы легко может чередоваться с чтением какого-нибудь, ну, гульварного романа или примитивного детектива. Вот почему так получается? Чем лично для вас является книга? Это источники информации, друг, советчик или объект для получения эстетического удовольствия? Вы, конечно, частично ответили уже на вопрос, что вы идете, ну, читатель должен идти за ответом. Я, видите, меня этот ответ не очень удовлетворил, потому что не всегда... Ну, вообще, зачем мы... Нет, вы ведь понимаете прекрасно, любой человек понимает, книжное море безбрежно. Безбрежно. Утонуть в нем, расплюнуть. Правда. Я сейчас закончу, что-то такой вопрос, вот, наверное, так вот я его сформулирую. Какие советы вы, как профессионал, могли бы дать нашим слушателям по выбору книг для чтения? Вот. Отлично. Три совета. Первый совет. Доверяйте авторитету автора. Доверяйте авторитету автора. Ну, Михаил Шишкин, письмовник. Доверяйте авторитету автора. Евгений Водолазкин, доктор филологических наук. Он уже прошел испытания временем. И все книги... Ну, лава у него, конечно, великолепная. Авиатор уже как-то... Вот вы чувствуете, вы же сами отвечаете на вопрос. Нет книги, которая была бы универсальна и нравилась каждому. Такого вообще нет. В этом и интерес безбрежного или художественной литературы, что в ней всегда есть что выбрать. Я согласна, что они неоднозначны, они абсолютно разные. И одна, может, нравится... Мне нравится Алексей Иванов. Вот все, что он пишет. Даже его фантастические... Ой, только про пионерские... Вот видите, я тут же вступлю в полемику. Потому что его эти, там, всякая чертовщина, привидения... Совершенно мне не понравилось. Я очень люблю его, например, там, «Географ», «Глобус», «Пропил» и «Табол». Замечательный роман. Но вот это самое, его пионерский лагерь меня абсолютно разочаровал. Вот, знаете, вот второй совет. Доверяйте авторитету автора. Например, массовый читатель любит Дину Рубину. И вот пока была пандемия, она написала дивную книгу. «Одинокий пишущий человек». Ну, интересно, оторваться невозможно. Это тоже самое... Почитали. Обязательно почитайте, правда, любопытно. То есть она говорит о лаборатории писателя, о том, как рождаются герои, сюжеты, о том, как вообще выдумывается и пишется книга. Следующий, может быть, совет заключается в том, иногда полезно посмотреть списки всех наших книжных премий. Я обычно не читаю всё, что попало. Я смотрю, в первую тройку книги обязательно прочитываю. Типа там «Зимняя дорога». То есть такие книги, или вот «Некрасов», «Вечная мерзлота», да? Или «Захар Прилепин, обитель». Ну, как не прочитать для того, чтобы было с людьми о чём поговорить? Вот тоже неровный писатель. Ну и что? Вот эта книга заслуживает. Обитель великолепная. Грех, я, честно говоря, так и не смог бы читать. Что-то как-то не пошло. Ну, минуточку. А вы всё у Толстого свободны. Я вот терпеть не могу его «Воскресенье», например. Очень тяжело просто читать. А есть те, кто обожает «Воскресенье», но зато без конца могу перечитывать «Войну и мир». Я ещё раз хочу сказать, что мы имеем право выбора. Кстати, последний роман Павла Басинского, «Подлинная история» Анны Карениной. Как он вкусно пишет. Вообще он хороший рассказчик. Ну и книги о Толстом, конечно, тоже интересны. И третий совет. Доверяйте своему вкусу. Вот я, как уже всё-таки давно опытный читатель, я 10 страниц прочитала. Если я вижу, стиль не мой, сюжет не интересен. Я не дочитаю книгу. Я её просто... Не всякая книга заслуживает того, чтобы над ней убиваться. Александр Генисов. Ну, вы как Волон говорил про Достоевского. Возьмите пять любых страниц, видно же, что гений. Ну, вот, вот. Ну, то есть я хочу сказать, что право выбора ни у кого не отнимается. Вот сегодня в интернете, например, на платформе «Яндекс.Дзен» появилось достаточно много непрофессиональных литературоведов, которые именуют себя книжными блогерами. Их сотни, ну, может быть, даже тысячи. Они дают прочитанным книгам свои субъективные характеристики. Какие-то, хворят, советуют почитать другие книги. Напротив, не советуют. Некоторые из этих книжных блогеров имеют очень большую аудиторию подписчиков, десятки тысяч человек, и реально влияют на читательские предпочтения. Вот как вы относитесь к такому непрофессиональному литературоведению, которое определяет читательский вкус и интерес у большинства населения? С теперешнего, от российского. У меня хулиганский ответ, если позволите. У меня на такую литературоведение нет времени. Жизнь слишком короткая штука. Понимаете, вот пастись там в интернете, чтобы вот это прочитать, кто что думает про прочитанную книгу. Когда у меня есть рядом Ксения Станиславовна Лицарева, Кучина, Шубина. Понимаете, такого уровня. Если мне надо, я им звоню. Вот, например, звоню Марии Александровне Черняк, доктор филологических наук, профессиональный литературный критик, литературовед, занимается современной литературой. И говорю, Машенька, выручь, вот мне нужна книга, ну спасти меня. Но о современной жизни. Вот что по современной жизни, что после неё жить хотелось. Пауза. Говорит, Евгения Батурина, выход А. Любишь юмор? Люблю читать. Там такой вкусный юмор. Всё. И я трачу время на чтение этой книги. Я сейчас не читаю книг, если о них я нигде ничего не услышала. Ну, жизнь короткая. Времени тоже мало. Ну, спасибо. У нас, наверное, на новый вопрос не будет сейчас времени. Давайте мы сделаем небольшую паузу, перерыв. Уйдём на короткую рекламу. После чего продолжим нашу передачу. Ума-палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. И я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Читать или не читать». И мы продолжаем беседовать с Еленой Олеговной Галицких, доктором педагогических наук, профессором Вятского государственного университета. Елена Олеговна, смотрите ли вы экранизации известных книг и как к ним относитесь? Особенно к тем, которые получили какой-то резонансный отклик в обществе. Ну, я вот имею в виду, допустим, Зулиха «Открывает глаза» Гузель Яхиной. Книгу я прочитал с большим удовольствием, а вот экранизации, честно говоря, так и не смог осилить. Вот сошёл с дистанции, наверное, после второй серии. Ещё большее разочарование лично у меня вызвало бездарная экранизация прекраснейшего романа Алексея Иванова «Табол». Вот такой вопрос у меня. Я отвечу так, тут всё зависит от того, ты сначала посмотрел фильм, а потом прочитал книгу, или ты сначала прочитал книгу, а потом посмотрел фильм. Если сначала прочитана книга, вот как у меня, Гузель Яхина, я с ней познакомилась, с Гузель, мы очень много с ней общались. Мне очень понравились все её книги. И «Дети мои», и «Зулиха «Открывает глаза», и «Самарканд», «Шалона Самарканд», я прочитала с большим интересом. Но хочу сказать, конечно, фильм оказался слабее. В чём причина? В режиссёрской работе, в построении, ну не знаю, концепции фильма. Фильм согласен, он оказался слабее. С другой стороны, я экранизации смотрю, потому что это способ общения со студентами, раз. А во-вторых, бывают и просто интересные проекты. Вот сейчас, смотрите, я уже давно прочитала Алексея Варламова «Душа моя Павел». Там главный герой студенты, филологи МГУ. А сейчас наш Алексей Бородин, почему я говорю наш, потому что мы его знаем по вятке, в рамте ставит спектакль «Душа моя Павел». Очень хочется посмотреть, потому что, конечно, это театральная интерпретация, как и киноинтерпретация, это же всё равно другой вид искусства. Но это всегда интересно. И вот я была на конференции, которая называлась «Экранизации романа Толстого, Анна Каренина». Вы знаете, как их много и как интересно их сопоставлять и сравнивать. А если сравнивать вот западные экранизации и российские экранизации, наших российских романов? Вот вы знаете, конечно, мы очень точно знаем пейзаж, ландшафт, красоту дворянских гнёзд, например. Вы видели, например, «Онегин» американский вариант. А я приняла фильм «Онегин» и в американском варианте. Там есть концепция. Там интересные актёрские работы. Хотя, конечно, когда ты смотришь эти декорации усадеб или там пейзажи, там близко дворянского сада даже нет, а какое-то болото. Но я хочу сказать, ну, конечно, наша Сатьяна Самойлова в роли Анны Карениной пока непревзойдённый шедевр. И всегда интересно смотреть на разные прочтения. Это интересно. А вот с вашей точки зрения удачной экранизации можете назвать какую-то? Ну, конечно, вот с моей точки зрения «Война и мир» – удачная экранизация. Можно её смотреть, интересная. Там совершенно другой, там Пьер Безухов, например, современная экранизация. А вот «Идиот» – последняя экранизация. Идиот. Смотрела. Не отрывай, смотрела. Взяла. Вот актёрская игра, мне кажется, очень тонкая. То есть я не пожалела, что я посмотрела «Идиотов» второй раз. Вот давайте дальше двинемся. Хорошо. Поговорим о современных читателях. Вот по опросам «Яндекса» сегодня самой читающей группой в России являются люди, тут, правда, от 18 до 24 лет. Хотя в прошлом другая компания озвучила, что до 18 лет нет у нас не читающие. А среди них те, кто прочитал более пяти книг за год, и таких оказалось 38%. Меньше всего читают люди в возрасте от 45 до 59 лет. И тут немножко не складывается с вашим вот университетом третьего возраста. Также опрос «Яндекса» показал, что больше половины россиян, 54%, предпочитают читать книги в бумажном варианте. 30% выбирают электронные книги и 15% аудиоверсии. Вот как бы вы интерпретировали эти цифры? Вот 38% людей, прочитавших за год более пяти книг, это много или мало? Я не понимаю. Я в прошлом году прочитал больше 30 книг точно, и при этом сетую, что в последнее время стало однозначно читать меньше, чем раньше. Вот видите. Дело в том, что вот в Петербурге есть, только что прошел тоже культурный форум, и там звучали такие цифры, что нормальная цифра, когда человек за год прочитывает 12 книг. Понимаете, тут все очень условно. Одно дело прочитать маленькую книгу, другое дело прочитать братьев Карамазовых. Может быть, знаете, это чтение может занять несколько месяцев, и погружение, переживание, осознание вообще, что ты дорос до этой книги. Не случайно есть фраза, что все человечество делится на две категории – те, кто читали братьев Карамазовых, и те, кто не читали братьев Карамазовых. То есть вот все эти цифры у меня вызывают, извините, некоторое просто недоверие. По одной простой причине. Конечно, сейчас много… Вот когда я читаю электронные книги? Когда я еду в поезде? Большой шрифт, и мне удобно читать электронную книгу. Когда я читаю аудиокнигу? Когда я веду машину, куда-то еду, и я слушаю. Вот мы с семьёй ездили на юг, и столько детских книг включали всё время, слушали с огромным образом, ещё все – и бабушки, и родители, и дети. И в этой ситуации можно сказать, что мы же тоже оказываемся в читательском контексте, и потом обсуждаем, и смеёмся, и радуемся. И это очень интересно, мне кажется. То есть я бы ответила так. Назвать оптимальную цифру количества книг очень сложно. Но вот я слышала такую цифру, что 12 книг в год – это оптимально. Ну, норма, скажем так. Да, норма, да. 30 – это для выдающихся учёных, как Владимир Сергеевич. 5 – для нормального читателя, если это хорошая, толстая, серьёзная художественная книга. Он же не только художественные книги человек читает, он же может читать ещё и газеты, журналы, научную литературу, литературу по специальности. Тут вариантов много. Понятно. Вот сейчас в библиотеке имени Герцена проходит очередной, по-моему, 24-й, могу ошибаться, ежегодный конкурс «Вятская книга года». И, насколько я знаю, вы бессменный председатель жюри этого конкурса. Вот как он с годами меняется? Что даёт этот конкурс читателям и писателям? Что оценивает жюри? На какие книги, участвующие в конкурсе, вы обратили внимание? Могут ли наши слушатели принять в нём участие, выразить как-то своё отношение к тем или иным книгам? Конечно. Спасибо за этот очень, мне кажется, актуальный вопрос. Дело в том, что выставка... Я не очень люблю слово «конкурс». В данном случае, всё-таки, выставка, конкурс через дефис. Потому что она представляет читателям изданные произведения этого года. А сейчас есть такое серьёзное понятие, что книгу нужно не только написать и издать, но ещё и продвинуть на книжный рынок читателю. То есть сделать её востребованной, популярной, интересной. Помочь людям, вот как вы изначально сказали, выбрать книгу. То есть нужен навигатор, мотиватор. Вот выставка выполняет эту роль. Год от года качество издаваемых книг становится лучше. Уже нет таких ляпов, когда нет ЕСБ, например, или недостаточный тираж изданной книги, или плохой шрифт, или она неграмотно оформлена. Конечно, разные векторы по-разному определяют номинации тех книг, которые мы выделяем. Кроме всего прочего, работает же целый жюри. У каждого члена жюри своя точка зрения. Мы обсуждаем, приходим к единогласному. Мне ли наоборот это мнение может разделяться? И как участвует простой обыкновенный читатель, не участвующий в экспертизе? Он участвует, потому что на сайте Герценки есть специальная рубрика, где он имеет право назвать ту книгу, за которую он голосует как читатель. И очень коротенькое обоснование дела в двух-трёх предложениях. Почему эта книга ему интересна? Почему она его привлекает? И почему она её рекомендует прочитать другим? Вот сейчас могу точно сказать, там есть книга отца Сафронова, поэзия, великолепно оформленная. Я за неё проголосовал. Вот, интересная книга, мне кажется. В Россию грачи прилетели. И возможно, что какое-то стихотворение станет открытием для современного читателя. Спасибо. Ну и, наверное, последний вопрос будет мой сегодня. Каков Ваш круг чтения? С какими достойными книгами Вы столкнулись в этом году? Что посоветуете почитать нашим слушателям? Я понимаю, что Вы уже частично ответили на этот вопрос. Но, наверное, всё-таки в таком концентрированном виде, а то он у Вас получился таким разбазанным по всей передаче. Вы, конечно, провокатор, Владимир Сергеевич, потому что с кем бы я ни встретилась, с Павлом Басинским или с Майей Кучерской, мой любимый вопрос. И с Захаром Прилепиным тоже. И с Евгением Водолазкиным, мы с ним знакомы. Назовите книгу, которая стала событием Вашей жизни. Естественно, за последний год. Назовите книгу, которая стала событием Вашей жизни. Отвечаю. Это книга Александра Гениса «Уроки чтения Камасутра книжника». Можете себе представить, что я её перечитываю пятый раз и ничего не может пока её затмить? Я попрошу вас чётче сказать... Александр Генис. Это для того, чтобы наши... Название книги «Уроки чтения» Камасутра книжника. Это книга о его читательском опыте. Она очень афористично написана, с большим чувством юмора, знанием мировой литературы. И вы там всегда найдёте книгу для своего перспективного чтения. Вторая книга очень рекомендую. «Александра Николаенко. Небесный почтальон. Федя Булкин». Книга настолько гениальна, что её не надо рекламировать. Её надо хватать, дарить, прижимать к сердцу, читать. Вот, уверяю вас, вы откройте первую страницу, и пока не дочитаете книгу, не будете ни есть, ни пить, ни ужин готовить. «Александра Николаенко. Небесный почтальон. Федя Булкин». Ну, вот, вы знаете, в последнее время мне очень нравится мемуарная литература. Получаю от неё огромное удовольствие и перечитываю. Мне интерес живой человек, биография которого состоялась во времени. Всегда с большим интересом читаю. Будет это биография Тепляшиной или будут это воспоминания Анастасии Цветаевой о всей семье Цветаевых. Вот, мне всегда это интересно. Будет эта книга Натальи Андреевны Баженовой о корнях. «Не растёт дерево без корней» о её роде. То есть, рекомендую, конечно, Ирину Краевой. Баба Яга пишет. Удивительно актуальная книга в ситуации сегодняшней жизни. Ну, что ж, я вас благодарю просто за прекрасную сегодня беседу, проведённую, с такими замечательными советами, которые, ну, вот, я лично точно переслушаю передачу и запишу потом, какие книжки вы посоветовали. Спасибо. Ну, что ж, с нами была Елена Олеговна Галицких. На этом наша передача заканчивается. Я благодарю всех за внимание. До новых встреч. До свидания. Большое спасибо. Я благодарю вас за доверие к моему мнению. Всего доброго. Ума-палата Да- писю. Да- писю. Редактор субтитров – Симон. Корректор субтитров – Симон. Корректор субтитров – Суан-Семёв融ni. Скорректор – Симон. Продолжение следует...